Вы должны нам рассказать о тайне пирамид. Этот человек утверждает, что открыл самые большие пирамиды на планете. Десятилетиями эти пирамиды были спрятаны за железным занавесом. Их построили мастера исчезнувшей цивилизации за 7 тысяч лет до возведения египетских пирамид. Под ними находится лабиринт, стены которого вот-вот могут разрушиться. Это открытие может стать поворотной точкой в истории древних времен. Но сначала распятие Иисуса Христа. Определяющее событие для величайшей религии мира. И сегодня один человек утверждает, что у него есть научные сведения, которые не только подвергают сомнению место распятия Христа, но и открывают настоящую историю страстей Христовых. Секретные материалы древности. Кот Голгофы. Иерусалим, Израиль. Для христиан Иерусалим – самое святое место на земле. Миллионы паломников стекаются сюда каждый год, чтобы пройти по последнему пути Христа и поклониться месту, где Он умер на кресте. Они идут по улице Виа-Долороза, путь скорби, извивающейся дороги к самом сердце древнего города. Считается, что это та самая дорога, по которой Иисус нес свой крест от площадки, где Его судили, до места, где Он принял мучительную смерть. Дорога заканчивается здесь, в храме гроба Господня. Под священным алтарем находится скала, известная как Кальвария или Голгофа. Это главная цель всех христианских паломников. Верующие терпеливо ждут своей очереди, чтобы дотронуться до той самой скалы, на которой стоял крест их спасителя. Но профессор Шимон Гибсон из Университета Северной Каролины считает, что они поклоняются не тому месту. Он провел археологические исследования в районе Голгофы. И результаты заставили его усомниться в том, что Христа действительно распяли именно на этом месте. Здесь вершина самой скалы, которую со всех сторон окружают иконы и другие религиозные атрибуты. Если посмотреть на нее с точки зрения археологии, измерить ее и составить план, становится ясно, что территория Голгофы довольно ограниченная. А я исследовал вершину этой скалы. На этом узком пространстве было бы крайне сложно распять даже одного человека, не говоря уже о трех. Гибсон считает, что его археологические исследования подтверждают, что не только распятие, но и другие ключевые моменты страстей Христовых на самом деле происходили не так, как диктует христианская традиция. Для верующих традиции очень важны, но я, как ученый, хочу иметь возможность дотронуться до камня, который на самом деле был связан с событиями, описываемыми в Евангелии. Шимон решает выяснить, что еще может сказать археология о том, почему, как и где было совершено распятие. Он начинает с базового вопроса. Почему именно распятие? Шимон изучил много текстов, написанных во времена Иисуса, и знает, что метод казничья из распятия в Иерусалим привезли римляне. Рад вас слышать. Взаимно. Он звонит Гастоно Сиачи, историку из Рима, города, где искусство распятия было доведено до совершенства. Таких людей обычно распинали? В Риме распятия было довольно распространено. Например, распять могли раба, который восстал против своего господина, или любого другого человека, преступление которого могло быть истолковано, как восстание против государства. Как вы думаете, есть в Риме какие-то особенные места, связанные с распятием, которые могли бы мне помочь? Я бы предложил два места, самых важных. Первое ворота в город, рабов распинали именно здесь, а второе – Апиева дорога. Рим, Италия. Апиева дорога была главной артерией Рима, которая связывала его с южными провинциями. В 71-м году до нашей эры, после подавления масштабного бунта рабов под предводительством Спартака, эту дорогу с обеих сторон обрамляли кресты. Шесть тысяч восставших рабов были раздеты, высечены и распяты. Иногда смерть наступала только через два-три дня. Тела оставляли на кресте как можно дольше, пока плот не начинали клевать грифы, пока собаки не начинали растаскивать ее на куски. Не забывайте, что в течение трех дней эти люди испражнялись и мочились на себя. Запах тут наверняка стоял просто ужасный. Это был пропагандистский ход Рима. Спартака не будет больше никогда. В Евангелии сказано, что Христа судили как царя иудейского. Как известно, Понтий Пилат умыл руки после этого суда. Но дело было в том, что Христос представлял опасность для Римской империи. Именно поэтому его распяли. Хотя во многих древних хрониках описывается ужасная участь жертв распятия, удивительно, что там почти нигде не сказано о том, как их распяли. Художники, как правило, изображают Христа прибитым к тяжелому деревянному кресту тремя длинными гвоздями. Два из них убиты в ладони, а третий пробивает обе ступни. Но Гибсон предполагает, что на самом деле людей распинали по-другому. И хочет проверить свою гипотезу. Очевидно, что Христа нужно было не только положить на крест, но и закрепить на нем. Поэтому на кресте были дощечки. Одна внизу, для ног, а вторая здесь, под ягодицами, чтобы держать его в правильном положении. Следующий шаг, Солив, помоги мне, пожалуйста, привязать руки к кресту. Мы думаем, что для этого использовались веревки. Это делалось потому, что если бы человека просто прибивали к поперечной перекладине гвоздями, тело падало бы вперед, и человек мгновенно бы задыхался. Позволить жертве задохнуться на месте, этого римские власти хотели меньше всего. Это была бы сравнительно быстрая смерть, а распятие имело совершенно противоположную цель. После этого, видимо, вбивали гвозди. Гвоздь вбивали в ладонь по двум причинам. Во-первых, это усиливало страдания человека на кресте. Но, кроме того, это делалось из соображений безопасности. Если бы кто-нибудь, например, члены семьи распятого, захотели бы снять тело с креста, вынуть гвозди было гораздо сложнее, чем просто перерезать веревки. Я думаю, на самом деле Христа не могли распять так, как это изображается традиционно. То есть, безо всяких веревок. Гибсон хочет проверить свою догадку насчет веревок вместе с одним из крупнейших в мире специалистов по распятию. В Дель-Авивском университете хранится единственное в мире археологическое доказательство распятия. Устрашающие артефакты находятся в распоряжении профессора Израэля Гершковица. Израэль, так что в коробке? Сюрприз. У нас хранится уникальное, единственное во всем мире доказательство распятия. Потрясающе. Артефакт номер один – человеческая кость, найденная в пещере в нескольких километрах к северу от Иерусалима. Это высохшая пяточная кость. Ее владелец, судя по всему, жил в эпоху Христа. И у этой кости есть одна характерная особенность. Ее насквозь протыкает железный гвоздь. На самом деле гвоздь входит в пяточную кость сбоку. То есть по центру пяточной кости. Эксперимент, который провел профессор Гершковиц, показал, что распятие провели мастерски. По размеру и форме это стандартный римский гвоздь. Если вы не поставите в правильный момент, если воткнуть его не в то место, можно легко не попасть в пяточную кость. Даже мы, профессиональные анатомы, не попадали в кость. А это говорит о том, что римские солдаты, которые проводили распятие, знали свое дело. То есть они разбирались в анатомии. Еще как. Во всяком случае, распинать людей они умели. Это я могу сказать с уверенностью. Эта кость доказывает, что гвозди действительно использовались при распятии. Гибсон этого не отрицает. Но ему кажется, что тело все-таки должно было закрепляться веревкой. Римлянам приходилось распинать множество людей. Конечно, они стремились это делать быстро и эффективно. Разве не логично было бы предположить, что они привязывали много людей к крестам веревками, а потом вбивали гвозди просто для того, чтобы их тела не сняли? Но представьте себе сцену распятия. Человека раздевают, избивают кнутами чуть ли не до смерти. Он просто истекает кровью, потом его кладут на крест, прибивают его ноги гвоздями, а потом, в конце концов, что происходит? Руки просто привязывают веревками. Это не соответствует атмосфере. Профессор Гершковиц твердо уверен в том, что распинаемых закрепляли на кресте исключительно с помощью гвоздей. Он считает, что гвозди пробивали насквозь обе ступни и обе руки. И я могу это доказать. Я могу это доказать. В другой пещере нашли еще три гвозди. Они в этой коробке? Да, в этой коробке. Давайте внимательно посмотрим на эти гвозди. Эти гвозди были убиты в руки распятого человека. Мы это знаем точно, потому что один из них все еще находится в человеческой кости. Хорошо видно, что гвоздь проходит сквозь маленькую кость в ладони. И, судя по уцелевшей кости, гвозди вбивали в ладонь не спереди, а с тыльной стороны. Тот факт, что гвозди вбивали с тыльной стороны ладони, очень важная зацепка. Благодаря ей профессор Гершковиц выдвинул совершенно новую версию процесса распятия. Представьте, что рука на самом деле не здесь, а с другой стороны поперечной перекладины. И гвоздь вбивают отсюда, так что его рука как бы обхватывала перекладину сзади. Точно, это делается для того, чтобы закрепить тело. Так он никак не сможет упасть вперед. Это удерживало его на кресте. Поперечная перекладина могла поддерживать тело жертвы. А значит, раз пять человека можно было без веревок, используя только гвозди. Но профессор показал еще и то, что гвозди использовались не так, как принято считать. Длинный гвоздь, которым закреплялись ноги жертвы, вбивался в пяточную кость сбоку, а не спереди. А гвозди поменьше, которые протыкали руки, вбивались с тыльной стороны ладони, а не спереди, как считалось раньше. Профессор Гибсон считает, что наконец-то выяснил, как был распят Христос. Теперь он хочет исследовать место, где произошли суд и распятие. В Евангелии говорится, что Иисус предстал перед Понтием Пилатом утром Страстной Пятницы. В средневековой традиции это считалось местом начала его пути. Эта традиция нашла свое выражение в табличке, которую в 19 веке повесили под этой аркой. Но я смотрю на эти здания и, как археолог, не вижу ничего, что могло бы быть связано с судом над Иисусом. Зато я нашел доказательства, связанные с судом и с дорогой до места распятия в совершенно другой части Иерусалима. Согласно христианской традиции, место, где судили Христа и дорогу, по которой он шел, находится в северо-восточной части Иерусалима. Но Гибсон считает, что на самом деле эти события произошли на Западе, рядом с Явскими воротами, и Христос шел по совершенно другому пути. Массивные стены, которые сейчас окружают город, построил султан Сулейман Великолепный более 500 лет назад. Они стоят на месте древних римских стен. Во время археологических раскопок, в которых участвовал Гибсон, были обнаружены остатки ворот, ведущих во дворец Ирода Великого во внутренней части города. Гибсон считает, что Христа судили именно здесь. Здесь находятся археологические объекты, которые датируются тем же периодом, и могут быть связаны с судом над Христом. Они соответствуют описаниям, которые дает Евангелие, и способны помочь нам лучше понять, что же происходило на том суде. Вот ступени. Вот здесь были большие ворота. Сейчас они, конечно, разрушены, но находились они здесь. Ворота вели на огромную площадку, покрытую брусчаткой. Эта каменная брусчатка упоминается в Евангелии от Иоанна. Кроме того, в Евангелии от Иоанна это место называется Габата. В переводе с арамейского это означает «каменный выступ». И вот перед нами каменный выступ. Понтий Пилат сидел здесь, на месте судьи, и вершил правосудие. И как только суд закончился, Иисуса повели сюда через эти ворота. Все, что осталось от ворот, вот эти ступени, выдолбленные из камня. Но Иисуса тогда повели по этим ступеням в город. Мне, как археологу, очень интересно попробовать отделить традицию от науки. Именно здесь мы видим научные свидетельства, связанные с судом над Иисусом. Профессор Гибсон уверен, что археология помогла найти место, где Иисуса приговорили к смерти. Но поможет ли археология найти место казни? Он утверждает, что нашел доказательства того, что это случилось рядом с традиционным местом, под храмом гроба Господня. Археологические исследования Шимона показали, что Голгофа не может быть точным местом распятия. Но он предполагает, что она могла быть естественным ориентировочным знаком для людей. Скала, которая сегодня считается местом распятия, на самом деле просто указывает на место распятия. Другими словами, она использовалась как указатель. Неподалеку отсюда находится место распятия. Если он прав, то настоящее место распятия потеряно и замуровано где-то под полом этой церкви. Шимон считает, что с помощью археологических исследований сможет найти место, где на самом деле был распят Христос. Часть этой великой средневековой церкви построена на фундаменте базилики императора Константина 4 века. А она отмечала точное место, где, как тогда считалось, распяли Христа. Гибсон считает, что, скорее всего, это место находится в Апсиде, самой важной части церкви Константина, в которой расположен алтарь. Если Гибсон прав, и ему удалось определить расположение Апсиды 4 века, тогда он найдет место, где, по его мнению, на самом деле распяли Христа. На одном из участков храма Гибсон нашел остатки древнего здания времен Константина. Вот стена, которая была построена во времена Константина Великого. Теперь это часть большого храма. А под ней видно камень, это настоящая естественная порода, которая поднимается вверх. И заканчивается он в районе Апсиды. Пройдя по дороге из естественной породы до конца, Гибсон выходит на ровную площадку, которая сейчас покрыта плиткой. Исторические данные говорят о том, что эта средневековая плитка, судя по всему, лежит на месте Апсиды базилики императора Константина. Если бы можно было убрать эту плитку, я бы, видимо, обнаружил естественную породу, камень, на котором на самом деле распинали Христа. Вряд ли доказательства Гибсона убедят верующих? Но если он прав, ему удалось выдвинуть совершенно новую версию одного из самых значительных событий в истории религии. Последних часов пребывания Иисуса Христа на Земле. Возможно ли, что эти холмы на самом деле самые большие пирамиды мира? Годами спрятанные за железным занавесом. Их построили мастера исчезнувшей цивилизации, опередив египтян на 7 тысяч лет. Величайшая в мире мистификация или революционные открытия для истории древнего мира? Боснийские пирамиды Маленький городок в Восточной Европе. Но один американский исследователь боснийского происхождения считает, что здесь произошло великое историческое открытие. Годами эти холмы считались просто странными симметрическими природными объектами. Но Сэм Осмонажич уверен, что на самом деле это самые древние и большие пирамиды на планете, созданные рукой человека. Матушка природа просто не создает холмов с четырьмя сторонами и треугольными гранями, которые при этом идеально расположены. У меня нет никаких сомнений, что это искусственное сооружение. Осмонажич считает, что открыл ряд созданных человеком строений, которые гораздо больше, чем египетские пирамиды и на тысячи лет древнее таких памятников времен неолита, как Стоунхенд. Нам кажется, что мы знаем планету, на которой живем. Но на самом деле нам предстоит еще множество открытий, связанных с ее прошлым. Его исследования показали, что на гранях пирамиды есть дороги со ступеньками, покрытые плиткой из печаника. Террасы сделаны из блоков одинаковой формы и комплекс подземных туннелей. Подземные туннели и комнаты есть во всех пирамидах, в том числе и здесь, в Боснии. Осмонажич думает, что в этих комнатах обнаружат какие-то тайны исчезнувшей цивилизации, которая, по его словам, построила эти пирамиды более 12 тысяч лет назад. Его утверждения очень неоднозначны. Но если они окажутся верными, то могут кардинально поменять традиционный взгляд на историю человечества. Возможно, это самая важная археологическая находка за последние 100 лет. Два ведущих специалиста взялись проверить эти потрясающие гипотезы. Доктор Дугал Джером, геолог, который преподавал во многих университетах по всей Европе. Вот и они. Вопрос в том, природные это объекты или созданные человеком. Отсюда выглядит впечатляющим. Доктор Генри Чапман, археолог из Бирмингемского университета в Великобритании. Он специализируется на поиске следов доисторической деятельности человека на природных объектах. Предположение, что здесь тоже находятся пирамиды, это просто потрясающе. Я хочу узнать об этом больше, потому что такое невероятное утверждение требует невероятных доказательств. Перед началом исследования Джером встречается с Осмонажичем на площадке с хорошим обзором, примерно в двух километрах от пирамиды. Помню, как впервые пришел сюда и увидел его. Красивый холм в форме пирамиды с четырьмя треугольными гранями и идеальной ориентацией. Я сразу понял, что это пирамида. А Осмонажич утверждает, что пирамид три. Пирамида Солнца, Луны и Драконы. И все они направлены точно на север. Все пирамиды направлены на север. Великие пирамиды в Египте тоже направлены точно на север. Но государственные учреждения Боснии пришли к выводу, что вот у этой пирамиды самая точная ориентация в мире. 0 градусов, 0 минут, 12 секунд. Ни одно другое строение в истории человечества не было создано с такой точностью, как эта пирамида в Боснии. Тем временем Чепман ищет какие-то следы, создавшие боснийские пирамиды цивилизации. Он направляется прямиком в Национальный музей в столице страны Сараева. Глава одного из отделений Мирсад Сижаевич показывает ему множество археологических находок со всего края. Просто потрясающая коллекция. Да уж. Это еще не все. Это одна из самых богатых коллекций в этой части Европы. Просто волшебство. Столько материалов, которые не так-то часто встретишь в музее, и все они спрятаны в этой маленькой комнатке. Вот именно. Конечно же, Чепман обнаруживает ряд инструментов из кремния, которые были изготовлены примерно в тот период, когда, по версии Осмонажича, строилась пирамида солнца. Он выдвигает настолько смелые гипотезы, что если они подтвердятся, то историкам, возможно, придется пересмотреть свои представления о доисторическом человеке. В ту эпоху, о которой говорит Сэм, люди использовали вот такие инструменты, маленькие приспособления из кремния. Не могу представить себе, как люди, использующие такие инструменты, могли построить пирамиды. Однако, по мнению Осмонажича, пирамиды доказывают, что 12 тысяч лет назад на Земле существовала высокоразвитая цивилизация. Цивилизация, представители которой пользовались не только каменными инструментами. На следующий день Джерем и Чепман отправляются вместе с Осмонажичем осмотреть вторую по высоте пирамиду. Здесь Осмонажич произвел самые масштабные раскопки. Он уверен, что обнаружил террасы, созданные рукой человека. Мы провели раскопки в 47 местах на трех сторонах пирамиды, от подножия до вершины. Мы обнаружили террасы, которые чередуются со слоями глины, терраса-глина, терраса-глина и так до самой вершины. Строение, известное как пирамида Луны, выше пирамиды Хеопса по меньшей мере на 36 сантиметров. Если Осмонажич прав, то это великое архитектурное достижение для такой древней цивилизации. Здесь мы видим плитку из песчаника, ей придали форму, принесли сюда и выложили в определенном порядке. Видно, что у деталей одинаковая толщина, ровные грани, углы 90 градусов. Геологу Джерему этого недостаточно. Но Осмонажич уверен, что террасы созданы человеком. И чтобы это доказать, он ведет Джерему к подножию горы на дорогу с плиткой из песчаника. Смотрите, что здесь. Здесь маленькие ступеньки. Например, вот ступенька через 8 метров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Другая ступенька. Еще через 8 метров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще одна. Осмонажич утверждает, что такая точная планировка говорит о том, что конструкция была создана человеком. Но Джерем считает, что это когда-то было озеро с песчаным дном или прибрежная территория. За миллионы лет песок спрессовался и превратился в камень. Что действительно впечатляет, так это вот эти красивые волны. К тому же многие из этих волн повторяют линию раскола поверхности под ним. Мне кажется, это может быть всего лишь природное явление. Осмонажич опять обращает внимание на геометрическую точность расположения плиток из песчаника. Конечно, кое-кто, особенно геологи, утверждают, что когда-то это была одна большая плита, которая раскололась горизонтально, а потом вертикально. Но если она раскололась вот так, то почему она не раскололась здесь? Вместо этого получилась ровная плитка, 90 градусов, 90 градусов, везде прямые углы. Но Джером видит, что волны на поверхности точно совпадают с расколами. Человеку было бы невероятно трудно это воспроизвести. Вы говорите, они взяли плиту, на которой уже были волны, разрезали ее и принесли сюда. Но они положили плитки так, что волны совпадают с расколами с обеих сторон. Как по-вашему было? В большинстве случаев, да. Потрясающе. Джером все еще настроен скептически. Хотя терраса и плитка на первый взгляд кажутся очень необычными, они вполне могут оказаться результатом естественных геологических процессов. Теперь Джером и Чепман отправляются в подземный комплекс туннелей. Раскопки в этих туннелях длятся уже пять лет. Их проводит группа энтузиастов. Под предводительством Осмонажича. Сейчас мы находимся в 30 метрах от входа. Осторожно, не ударьтесь головой. Во многих египетских пирамидах туннели ведут в залы, где находятся саркофаги и мумифицированные останки великих фараонов. Сначала Джером и Чепман были просто в восторге. Но теперь начинают волноваться. Честно говоря, здесь довольно опасно. Эти туннели представляют собой великую загадку. Египетские пирамиды были созданы цивилизацией земледельцев с развитой письменностью и религией. Но согласно традиционным представлениям об истории, 12 тысяч лет назад прогресс еще не зашел дальше охоты и собирательства. Осмонажич хочет убедить мировую общественность в том, что эти туннели созданы развитой цивилизацией. А через 5 тысяч лет другая цивилизация отделала стены туннелей. Кто-то принес весь этот материал и укрепил им стены. Так что теперь перед нами две загадки. Во-первых, кто построил всю эту подземную систему? А во-вторых, кто и почему отделал стены туннелей? У Осмонажича есть своя версия по поводу того, кто отделал туннели. Такое впечатление, что когда ушли люди, которые создали эти туннели изначально, те, что пришли после них, тщательно почистили существующие туннели. Здесь нет ни древних инструментов, ни костей, ни органических материалов. Так что очень может быть, что эти стены скрывают что-то важное не только в масштабах страны, но и в масштабах планеты. Сэм надеется, что, исследуя эти туннели, сможет раскрыть секреты великой древней цивилизации. Он обнаруживает в этих туннелях явления, которые с научной точки зрения противоречат здравому смыслу. Ребята, вот вы геологи. Может, вы расскажете мне, как песок может просто вот так стоять, безо всякого связывающего вещества, потому что никакого связывающего вещества здесь нет. Можно просто подойти и набрать горсть песка. Он остается в руке. Это один из секретов этих туннелей. Такое впечатление, что здесь нарушаются законы гравитации. Крыша туннеля нарушает законы гравитации. Но Джером беспокоится о том, надолго ли это. Ученые следуют за Смонажичем дальше вглубь строения. Пока команда Смонажича занята раскопками, у Чепмана возникает несколько вопросов. То есть, это ваш метод очистки туннелей? Да, и мы нашли здесь множество таких туннелей. Для места интересного с точки зрения археологии здесь очень мало света. Трудно определять изменения цвета, текстуры, фиксировать разные слои, искать артефакты. Как вы работаете в таких условиях? Мы здесь работаем уже шесть лет, так что в целом мы знаем, что относится к древней цивилизации, которая построила эту систему, а что к тем, кто отделал стены туннелей. между первоначальным конгломератом и отделочным материалом разница видна хорошо. Здесь все еще нет никакой деревянной опоры. Все непрочно, очень непрочно. Насколько далеко мы зашли? Сейчас мы приблизительно в 370 метрах от входа. Волнуясь за безопасность команды, Джерема Чепман заканчивает экскурсию в туннеле и направляются к выходу. Выйдя наружу, ученые обсуждают увиденное. Честно говоря, внутри было страшновато. Там все очень непрочно держится. Не только отделочный материал, про который он говорил, но и стены в целом. Они просто осыпались. Они продолжают копать, думая, что вот-вот найдут какие-то опоры. Но я не уверен, что эти опоры вообще существуют. То есть, ты считаешь, что порода такая непрочная, что просто осыпается перед ними? Они думают, что двигаются вперед по туннелю с засыпанным песком, а на самом деле они, возможно, не столько двигаются по туннелю, сколько сами создают его перед собой? Мне кажется, это вполне возможно. Если предположения Джерема и Чепана верны, то команда с Монажича вовсе не раскапывает доисторические туннели, а роет новые. Эти туннели могут в любой момент обвалиться прямо им на голову. Но, возможно, наши исследователи ошибаются. В попытке переубедить ученых, Асмонажич ведет их к самой большой и самой впечатляющей из боснийских пирамид, которая стала известна как пирамида Солнца. Асмонажич считает, что материал, который древние мастера изъяли при строительстве туннелей, в дальнейшем использовался для создания огромных строительных блоков. И эти блоки перед нами. Как видите, передо мной находится прямоугольный блок. Это первый ряд блоков. Под ним второй ряд. Примерно 40 сантиметров толщину. Под ним третий. А под ним четвертый ряд блоков. Мы сейчас смотрим на материал, который находился внутри пирамиды Солнца. Они выкопали его при создании этой огромной системы туннелей. И использовали как строительный материал. Никогда еще в истории человечества строителям не удавалось замесить бетон такого хорошего качества. Известно, что в природе такие скалы часто формируются естественным путем. Так что отличить естественный цемент от сделанного человеком бывает довольно сложно. но эти блоки прямоугольной формы. Так что мы обнаруживаем одно доказательство за другим в пользу того, что кто-то тщательно планировал строительство этой пирамиды. Покажи мне, где в мире есть холм со склоном ровно в 45 градусов, с идеальной ориентацией и покрытой естественным бетоном. Чепмана смущает отсутствие на этом участке инструментов или других артефактов. где же доказательство того, что эту пирамиду создали люди? Где артефакты, которые могут доказать, что это археологические памятники, а не природные? То, что здесь нет инструментов, не значит, что здесь нет строения. По какой-то причине основная часть артефактов исчезла, но мы ведь еще даже не зашли в пирамиду. Надеюсь, когда мы доберемся туда, то найдем больше археологических материалов. Джером все больше убеждается в том, что имеет дело с естественными геологическими памятниками. Но он должен подкрепить свою точку зрения доказательствами. Он связался с местным геологом, доктором Энесом Рамовичем, который согласился встретиться с ним Сараева. На геологической карте, которую он принес, явно видно, что наши пирамиды состоят из той же породы, что и большинство холмов в этом регионе. Как вы считаете, эта гора чем-то отличается от других? Нет, они все одинаковые. Вы думаете, это обычная гора? Да, да, такая же, как и другие. Вооруженные данными с карты, Джером придумывает кое-что интересное и нанимает самолет на аэродроме, расположенном рядом с городком Висока. Судя по тому, что я понял из разговоров с людьми, занимавшимися этой проблемой, все скалы в этом регионе похожи на эту книжку. Они состоят из слоев, которые чередуются. Получается, что если эти слои согнуть и посмотреть сбоку, то видно будет ряд пластов, направленных в одну сторону. С воздухом мы наверняка получим хороший вид на пирамиды со всех сторон и сможем проверить, соответствуют ли действительности изображения на геологической карте. Имеют ли другие холмы такую же структуру? Прямо перед собой он видит несколько ровных пластов треугольной формы, наклоненных в сторону. Он считает, что пирамиды Висока появились в результате тех же геологических процессов. Отсюда все очень хорошо видно. Прямо подо мной городок Висока, а сбоку от него возвышается этот холм в форме пирамиды. Та грань, которую видно из городка, действительно имеет правильную треугольную форму. Другая грань, которая находится прямо перед самолетом, не такая ровная. Она вся покрыта какими-то оврагами, видимо, результат эрозии. А теперь видны и задние ребра пирамиды Солнца. Под таким углом она очень похожа на другие холмы в окрестности. Если посмотреть оттуда, откуда я сейчас смотрю, вообще непонятно, какой из этих холмов больше похож на пирамиду. После полета Джером окончательно убедился, что эти пирамиды обычные геологические образования. Но он хочет более тщательно проверить одно из утверждений Осмонажича и договаривается встретиться с Шепманом возле пирамиды Солнца Тет-А-Тет. Сначала они обсуждают предположение Осмонажича, что материал из туннеля использовался при создании строительных блоков для пирамиды. Если внимательно посмотреть на этот так называемый цемент, видно, что этот материал состоит просто из мягких кусочков известняка. А в туннелях встречался в основном кварц. Так что это совершенно другой материал. Да, материал отличается. С материалом все ясно. А как насчет формы и расположения пирамид? Углы не такие уж и четкие. Вот здесь угол около 26 градусов, совсем не 45 градусов. То есть он говорит, что склоны идут под углом в 45 градусов. Но это не так. Если измерить компасом, выходит, что нет, а пласты породы направлены на север. По-разному. Некоторые направлены в сторону севера, но большинство совершенно в другие стороны. Джером и Чепман собирали доказательства четыре дня, и вот их исследование завершилось. Османажич посвятил последние шесть лет попыткам доказать, что эти пирамиды были созданы таинственной древней цивилизацией. Но ему не удалось убедить двоих ученых. Они договариваются встретиться с Османажичем, чтобы предъявить ему свои доказательства. «Честное слово, я не увидел ничего, что могло бы разубедить меня в естественном происхождении этих образований. Как археолог я в это не верю. А я со своей стороны могу сказать, что материалы, которые я видел, являются типичными для рек и озер осадочными породами. Видимо, они отложились здесь несколько миллионов лет тому назад. Матушка Природа не создает такие конструкции. Покажите мне еще один холм в виде пирамиды с идеальной ориентацией. Вы говорите об идеальной ориентации, но на самом деле, согласно моим измерениям, склон идет под углом около 26 градусов. На самом крутом участке 30, на самом пологом 16 градусов. Даже верхние пласты здесь не направлены на север. На север направлены только некоторые из них, а остальные направлены в другие стороны. Именно такие формирования Матушка Природа обычно и создает. Если провести подробные измерения, холм не такой уж идеальной формы. Все это говорит о том, что здесь нет той четкости, к которой вы апеллируете, утверждая, что Матушка Природа не могла этого создать. Пирамидам безразлично, что говорим мы, люди. Пирамиды есть, они были здесь и будут, тогда от нас и следа не останется. Ученым не удалось переубедить осмонажечек. Их взгляды вряд ли будут популярны в Боснии. Но они все равно остаются при своем мнении. Честно говоря, я просто не вижу никаких доказательств. А ведь мы приехали посмотреть на самую значительную археологическую находку столетия. У меня такое чувство, что я поднялся на пирамиду, а спустился с холма. С точки зрения археологии, здесь нет ничего интересного. Даже хуже, если бы здесь что-то и было, они бы все разрушили и уничтожили, используя такие методы. Что касается самих холмов, я не увидел ничего, кроме геологических пород, которые были отмечены на картах этого региона более 50 лет назад. То есть это все плод воображения одного человека, не более того. В таких случаях нужно опираться только на факты, и люди будут верить только фактам. Нет никаких доказательств гипотезы осмонажеча. Это просто выдумка. Люди продолжают стекаться сюда, чтобы посмотреть на боснийские пирамиды. Но если осмонажеч не найдет новые, кардинально меняющие ситуацию доказательства, ему вряд ли удастся убедить археологов, что эти древние пирамиды представляют собой что-то большее, чем просто холмы странной формы. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Игорь Тарадайкин. Редактор субтитров А.Семкин